Дорогие друзья, всех рад приветствовать. А вы в курсе, что в Москве появился новый вид транспорта? Речные электрические трамвайчики. Я являюсь активным пользователем общественного транспорта, поскольку работаю пешекурьером. Для меня эта тема актуальна. Очень мне хочется посмотреть, что же за диво. Посмотреть и вам показать, ребята. Так что сегодня у нас такая прогулка. Я прошу прощения, если будет мешаться ветер. Я забыл ветрозащиту на камеру. Блин, ну, как говорится, это не молодеем. Склерозатизация. Ну, я думаю, что моя камера справится. Ветерок такой, знаете, не сильный, но и не слабый. Вот, ребят, буду рад, если поставить лайчонок. Ну и еду на Киевскую. Ходят они сейчас пока с Киевской до Шелепихи. И проезд бесплатный. Вот завтра последний бесплатный день. А потом за Титимити. Вот, ребята, ну, хорошего просмотра. Иду в сторону метро Щелковской. Сейчас дает до Киевской. И посмотрим там, что за такие вот электрические трамвайчики. Ну, я на электро... Я там катался в автобусе. И на электробусе. Они уж не один год курсируют. Но на парике никогда не катался на электротранспорте. Да и вообще парике мало, когда катался. Ну, а на улице сегодня замечательная погода. До 26 градусов, обещают нам синоптики. Я с утра смотрел настоящее лето. Да. Лето это маленькая жизнь. Ну что, мы с вами на территории Киевского вокзала. Ой, что-то в горле запершило. Сухота метровская. Сухота метровская. Так, встречает нас шаурмочка здесь сразу. Самбусе. Самсичка с говядиной. 110 рублей просит. Надо же. Благо я позавтракал хорошо. 110 рублей. Это уже психологически важная цена. Ну, раньше 110 рублей шаурма стоила. А сейчас 110 рублей стоит сам самбуса. У меня это не укладывается в голове, ребята. Так, ну ладно. Ну что, мы идем к причалу, к набережной, да? И там нас должен встречать электрокатер. Конечно, замечательный, грандиозный фонтан у Киевского вокзала. Замечательно. Вообще, мне маленько волнительно, потому что на водном транспорте меня всегда укачивает. Так, вон я... А, вон, наверное. Там такая очередь. А меня предупреждали. Кто? Кто-кто? Москва-24 канал. Предупреждал. Все, там очередь. Ну, ладно. Так, как бы на ту сторону-то перейти. Вот, вообще меня на водном транспорте всегда укачивало. Укачивало. И даже вот я... Помню, мы снимали видос. Ну, просто по Москварике от Северного вокзала прокатились. До Химок и обратно. Я вышел из водного судна, и вот так вот меня даже пошатывало маленько. Может, сейчас перестало? Надо еще очередь отстоять, оказывается. Ну, да, говорили, говорит. Там по два часа, по два часа люди тратят в очереди. Ребят, что не сделаешь ради уважаемых зрителей? Ну, и ради того, чтобы бесплатно прокатиться? Они еще, эти речные трамвайчики, так выглядят интересно. Вон, я один уже вижу. Такой дизайн необычный. Ну, прям современная техника. Не вот этот красный, который стоит. И не который возле него. А вон он, не знаю, как камера передает. Вон он, вон там он виднеется. Вот это он. Блин, я и поехал-то с утра, думал, может, народу будет поменьше. Нет. Все так думали, оказывается. Там очередь такая порядочная. Ну, ладно. Вон она на очередь идете, откуда. Ну, ладно. Ничего, обратно же не поедешь уже, правильно? Замечательно. Я, оказывается, встал не в ту очередь. А я еще обрадовался, что-то она как-то быстро идет. А на электрический очередь вон там. И сказали то, что с 7 утра она уже. С 7 утра, говорит. Встаньте и стойте. Никому не мешайте, Сидоревна. А я вот, блин, я думаю, сейчас, вон она как быстро идет. Вот это жик-жик-жик. Думаю, уу, нормально. Нет. На электрический подольше придется постоять. Вот, значит, вон там очередь. О-о-о, порядочно. Ну, их всего, по-моему, 8 штучек корректируют электрически. Ну, посоим. Ладно, чего же делать-то? Контент. Ребята, если не жалко, но еще раз напомню, лайчоночка. Дядя Леша, чтобы у него это... Спина не особо затекла. В очереди бесплатно раздают воду. Это приятно. Но ничего, все равно гуляем, правильно? Какая раньше, чтобы вот сейчас на бульваре, на сиреневом, сидеть на лавочке, воздухом дышать. Что тут стоять? Так, тут еще вот речной воздух, и он полезнее намного. И у меня тоже бесплатно. Отправление... Можно как альтернативу прокатиться еще бесплатно. Вот там красненький стоит. Рэдисон. Судно Рэдисон. Что же водитель здесь? Было бы неплохо. Отправление порядочное. Можем бутылочку? Спасибо больше. Уважаемые, поздравляю вас. На линейной кровати. Теперь вообще жить можно. Вот как альтернатива плывет. Можно прокатиться тоже бесплатно сегодня на открытой палубе. Это может быть даже интересней. Но это-то инновация. Мы же вот за этим сюда приехали, а не за этим. Много желающих. Очередь уже вон там. Даже конца не видно. Так что я еще удачно приехал. Что-то мне даже уже в это не верится, ребят. Но два часа, короче. Смотрите, вон какая очередь. Ну, организовано все порядочно. Туалет есть, водичку бесплатно раздают. Сонтики вот. Фу. Давно я так в очередь не стоял. Ну, вот ради чего? Ради того, чтобы одним из первых прокатиться на электрическом судне. Вот яуза вот это называется. Ну, вот этот причал, он еще служит зарядным устройством. Просто они еще заряжаются. Почему так долго? Потому что данным трамвайчиком нужно зарядиться еще. Они позарядятся, потом запускают людей. Вот, вот так вот. Сейчас как-то подутомился малейка на солнце. Я еще кепочку-то не взял. Можно приобрести прохладительные напитки, кофе, чай. Десерты. Вот эклер. Печенье шоколадное. Тортик. Ну, посидеть, отдохнуть. Прохладник, кондиционер. Посадка завершена. Надо, я не знаю, ждать или другой трамвайчик. Или, может быть, мы на этом поедем. Ну, посмотрим. Ну, ладно, тут хотя бы прохладненько жить можно. Посидеть на мягком диванчике. О-о-о-о, лепота. Это, ребята, эксклюзивные кадры вам, как ни крути. Добрыня вон плывет. Хотя идет. Идет. То есть не плывет, а идет. Чуть не забыл. Самое главное надо показать. Вот цены. 150 рублей с понедельника по пятницу. Суббота, воскресенье 300. С 1 сентября 2023 года 150. А единый визуэмитый поездок в 90-60 дней бесплатно. Безвозмездно это. Можно чайку взять. Началась посадка у нас. Все организовано. Спасибо большое. Приятной поездки. Спасибо. Все у нас здесь. Все заходим. Можно, наверное, сразу загадывать желание, наверное, да? Первый раз. Так, ну давайте. На всякий случай по традиции. Электро трамвай. Пошли хорошую порядочную невесту. Ну вот так вот здесь все выглядит. Думал я, конечно, взять чайку, там, может быть, кофейку, но вода вернее всего. Ну все, ребята, мы с вами отчаялили наконец-то. Судно пришло в движение, заработал кондиционерчик. Когда я зашел в кондиционерной работы, было душновато, но через стекло, конечно, такое солнце. Что-то я еще об этом подумал. Кондиционер здесь есть, интересно. Есть, оказывается. Сейчас мы будем разворачиваться. И до сердца столицы сказали, это длинный маршрут. Что-то я, честно, не припомню, где у нас сердце столицы. Ну и да ладно, сейчас приедем, вспомним. По Москве реки, когда еще покатаемся, я вдалеком нет цветов. С мамой и с папой мы катались на таких речных трамвайчах советских еще. А, еще интересно, что можно на этом речном трамвайе передвигаться. Ну, если вы на велосипеде, например, приедете, с великом сюда в него зашел, велосипед допускается, можно с велосипедом транспортироваться. А вот можно было на Рэдисе прокатиться, очень там быстрее. Даже вот на Рэдисе неинтереснее, открытая палуба. Ну, это новинка, да? На Рэдисе не мы всегда успеем. Два раза проскакивала мысль, может, не стоит стоять. Оказывается, стоит на самом деле. Стоит. На разок прокатиться. Мы сначала узнали, сказали, нам полчаса думали. А, да. Вот мы стояли полчаса. Два часа. Ну, ничего. Зато позагорали маленько. Пообщались с народом в очереди. Водички бесплатные. Себе показали, но другая. Конечно. Ну, поскольку это речной трамвайщик, на борту ничего не продают. Прогулочных-то продают. Нет, там вода есть. Есть вода? Есть. Да, здесь у вас вода. А, водички можно продлить. Водички. Два дня будет в городской. Вот, можно водички попить. Ну, поскольку мне еще осталось, дегустировать воду не будем питьевой. Вода и она, и вода. Блин, как классно, ребята. Правда, я говорю, была мысля. Может быть, я все это делаю зря. В свою очередь, над подпалящим солнцем. Здорово. Ну, я думаю, что ажиотаж, конечно, спадет. Сейчас, тем более, проезд бесплатный. Денью через недельку можно спокойно вот так вот. 150 рублей, но не сказать, что прям какая-то грандиозная сумма. Прокатиться с кондиционерчиком. Мы куда-то причаливаемся. Смотрите, какой замечательный вид. Я буду зимой пересматривать этот ролик раз в 100 минимум. Цель поставлена, цель достигнута. Я имею в виду то, что у меня было сегодня желание прокатиться на данном транспорте. И я это желание осуществил. Нет, прикольно то, что можно с великом. Велосипед закатил, куда-нибудь доплыл. Вышел. Конечно, вот на этой летней палубе я тоже прокачусь. Так что, ребята, чтобы не пропустить контент, подписывайтесь на канал. Девчата, Маша, там, нет. Да, это я. Да-да, не удивляйтесь. Ребята, на комфорт не знает границ. И здесь еще есть туалет. И это очень здорово. Ну, конечно, бесплатно. Это очень здорово. Вот зеркалом с таким. Ни хрена си. Я что, уже загорел что ли? У меня морда красная. А, она всегда у меня красная? Да не, не всегда. Ну, не такая же. Это я загорел, пока в очереди стоял. Субтитры сделал DimaTorzok Дверь открывается, закрывается сама. Как в магазине лента. Вау. Ну что, ребята, это было круто. Но, честно скажу, не для меня. Такой вид транспорта, потому что меня маленько укачало. Вышел я вот... Вышел я Москва-Сити у причала. И, кстати, у данного причала три человека на роду. А на Киевской вы видели. Так медленно дрейфует. Пошатывается туда-обратно. Но я уже чувствую, что что-то у меня лицо из красного превращается в зеленое. Ну, морская болезнь. Поэтому я бы хотел бы в какие-нибудь, конечно, круизы там на Волгу, речной круиз по Волге. Я даже не представляю, как я туда доеду. А вот. Ну ладно, в общем, прокатились, посмотрели. Мне понравилось. Работает кондиционер. Можно водички бесплатно попить. Туалет есть. Можно с велосипедом. Так, я вышел в Москва-Сити. Ну, что, я иду к метро. Я иду к метро, и метро повезет меня в майор родной Измайлова. Было бы круто, конечно, на речном трамвайчике прям до Измайлова. Ой. Я не знаю, как. Даже если бы можно было, я не знаю, как бы я до Измайлова на нем доплыл. Потому что я чувствую, что меня уже укачивает, так, укачивает, укачивает, укачивает. Бах. Укачало. И благо вот укачало, упричало. Мне внутренний голос говорит, ну все, выходим. Наша остановка. Я говорю, я с тобой согласен. Ну и все, значит. Ну что, ребята, я на своем родном районе Измайлова. Аппетит на Гулен. Ну и плюс вестибулярный аппарат надо восстанавливать. А чем же его восстановить? Как не шаурмочкой порядочной. Это порядочная. Здесь я брал уже много раз. Шаурмис хороший человек. Все у них всегда свежее. В общем, брать не опасно. 200 рябчиков. Метро Измайловское. Что хочу сказать по моей сегодняшней прогулке. Несмотря на то, что я чуть больше двух часов простоял в очереди. Я нифига не пожалел. На самом деле, можно было доехать до делового центра и от причала делового центра там вообще народу нет. Но почему-то большинство людей из Киевской, как и я. Мне удобно, синяя ветка. Я очень рад, что появился такой транспорт в городе Москве. Даже вот в экскурсионных целях вот так вот прокатиться с кондиционерчиком. Такой обзор хороший. В общем, классно. Но эта тема не моя. Кораблетизация всякая, потому что у меня от нее укачетизация. Так, давайте этот висебулярный аппарат восстановим уже. Здоровый. В рот. В рот не влазить. Мне прям хочется сейчас достать телефон и сказать, давайте посчитаем, сколько мы заработали. У меня такое ощущение, что я снимал ролик про достоверство. Кстати, не стал глядеть. Можно было тут заказ на свой район, что-нибудь взять. Ну, я сегодня в прогулочных целях. Работа подождет. Мы гуляем, отдыхаем. Ну и вы, ребята, дома не сидите, отдыхайте, гуляйте. Погода отличная. Вкусно кушайте. Ну и всего хорошего желаю. До скорой встречи, ребят. Ссылка на телеграм в описании к этому видео. Там же есть ссылка, если вы хотите поддержать канал Леха Хомяков Лайв. Буду признателен. Ну и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok